Пап, а ты придёшь за меня поболеть? Конечно приду, сынок. У меня матч поважнее сегодня. Минздрав утверждает, ты сильнее без алкоголя. В администрации прошло заседание Совета по реализации приоритетных проектов стратегического развития Российской Федерации здравоохранения. На заседании Совета обсуждали вопросы смертности населения, сердечно-сосудистых заболеваний и вопросы индивидуального обследования участников Великой Отечественной войны. Главный врач горбольницы Игорь Брагин озвучил показатели по итогам уходящего года, из которых понятно, что рождаемость в Азбесте немного снизилась, в частности снизилась у лиц молодого возраста. Чаще рожать идут мамы среднего возраста, уже имеющие детей. Вылечилась младенческая смертность. Младенческая смертность у нас очень большой рост. В прошлом году 1,6, а за 11 месяцев 2019 года 7,27. В 7 раз. Все случаи немедицинского характера и непредотвратимы. Поэтому в этой ситуации хочется отдельно сказать о том, что предпринимаемые меры медицины – это хорошо, но те случаи, которые суицидные, травмы, отравления и так далее, они вот и обеспечили нам рост в 7 раз по младенческой смертности. Материнская смертность у нас нулевая. Игорь Брагин отметил, что незначительно снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время смертность от онкологических заболеваний растет. Главный врач городской больницы подчеркнул, что нехватка кадров влияет на уровень смертности. Идет отток специалистов на сельские и малые города с населением до 50 тысяч, так как по программе они получают жилищные сертификаты. Первый основной показатель, который даст хороший рывок к уменьшению смертности – это укомплектование врачебными кадрами всех структурных подразделений, в первую очередь первичного звена. Привлечь, чтобы сюда специалистов, а – это нужно жилье, и, б – достойная заработная плата. Если заработную плату мы обеспечиваем, она у нас превышает дорожную карту по врачебным посредним персоналам, то с жильем, все знают, ситуация в городе достаточно сложная. Но всего нам надо привлечь на сегодняшний день порядка 130 врачей-специалистов, если укомплектоваться до 100%. Что касается снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, то в поликлиниках работают кардиологи и терапевты. В стационаре работают два первичных сосудистых отделения по профилям кардиология и неврология, с палатами интенсивной терапии, с набором необходимых лекарственных средств, лабораторными и инструментальными исследованиями. В 2019 году произошло дополнительное оснащение сердечно-сосудистых отделений. Был приобретен компьютерный томограф, переносной аппарат УЗИ с кардиодатчиком, чтобы провести диагностику прямо в палате и другое необходимое оборудование. Планируется приобретение ангиографа. В отношении информирования и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то по мнению Натальи Тихоновой, Азбестовское телевидение, студия ТВ выгодно отличается в части предоставления информации. Позиции информирования по сердечно-сосудистых заболевания я бы хотела отметить в лучшую сторону даже Азбестовское телевидение. Мало того, что информационно в социальных сетях не откроешь, не посмотришь ни одного видеосюжета, материала, пока не просмотришь весь комплекс мероприятий, в том числе и симптомы. То есть это уже прямо запоминается. Мне кажется, у большинства жителей уже даже ассоциация. Азбестовское телевидение – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Но это очень хороший опыт, и правильно его надо использовать. И в других средствах массовой информации, на промышленных предприятиях я думаю, что эффект тоже есть. Сегодня каждый житель, кто смотрит новости, он уже ориентируется и по симптомам, и по оперативности, что необходимо делать в первую очередь. Что касается индивидуального медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, Игорь Брагин сказал, что ведется ежегодное диспансерное наблюдение. Проводятся консультации узких специалистов и обследования на дому. В поликлинике есть отдельный кабинет для приема таких граждан. Налажена тесная связь с госпиталем ветеранов войн в городе Екатеринбурге, где по принципу первоочередности направляются на лечение данной категории граждан. Для участников индивидуальной Великой Отечественной войны закреплен специалист, который ведет прием ежедневно в поликлинике. Кроме всего прочего, когда к нам поступает на госпитализацию участник или ветеран ВОВ Великой Отечественной войны, понятно, что госпитализация вне очереди. В палатах повышенной комфортности. Это тоже обязательное условие. Участники Великой Отечественной войны обеспечиваются льготными лекарственными препаратами по рецептам врача. Это все за счет федерального реестра. Данная категория граждан в 2020 году будет обследована дважды в год всеми необходимыми специалистами. Обратить особое внимание и не оставить без внимания ни одного ветерана, ни одного участника, ни одного человека, который соотносится с категорией приравненной. Поэтому Игорь Вячеславович, конечно, здесь особое внимание. С учетом возраста мы это тоже прекрасно понимаем. Конечно, к медицинскому обследованию и оказанию помощи в первостепенном порядке. В случае неполучения соответствующей помощи необходимо сразу сообщить главному врачу горбольницы Азбеста Игоря Брагину для выявления лиц, нарушивших выполнение приказа президента и недопущения подобных случаев. Юлия Иванова, Андрей Осипов, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова